Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Всем привет! Сегодня мы опять в Гонконге. Сейчас у нас будет все про еду. Мы попробуем много разной, интересной и очень странной еды. Начиная от вафель, заканчивая какими-то птичками и странными сладостями, вкусностями. Поэтому приготовьте себе тоже что-нибудь перекусить. Приятного аппетита! Погнали смотреть ролик! Казалось бы, мы в каком-то обычном месте по типу Макдональдса или еще чего-то. Но оказывается, мы в самом дешевом ресторане со звездой Мишлен. Смотрите, какие тут цены. Эти цены реально дешевле. Ну, примерно Макдональдсовские цены. И сейчас мы будем что-то пробовать. Здесь везде сажают вас так же, как и в других заведениях. Если есть вот места, вас могут рядом с человеком посадить спокойно за этот же столик. Берете такую штучку, вам выдают ручку. Вон она, кстати. И отмечаете то, что вам нужно взять. Это место мы вообще искали, наверное, минут 40, потому что у них очень неинтуитивно нам понятны указатели. Если посмотреть на карту, то написано, что оно на первом этаже, ферст флор. Мы в итоге в какой-то глубь спускались. Нам несколько раз помогали люди. И в итоге мы пришли. Мы взяли 6 блюд и чай. Это ананасовые булочки со свининой барбекю внутри. Это какая-то китайская, национальная, во всем, какой-то прикол. Вот именно ананасовые штуки. И это здесь прям супер-супер-супер маст хэв. Говорят, что просто невероятная какая-то штука. А это что такое, пельмешки? С креветкой. Такие горшочки интересные. Вот дамочки тоже. Да, потому что их на пару готовят. Да, и вот у нас чай. Это персиковый улун. Начнем с пельмешек, потому что я люблю больше всего пельмешки. Горячее, наверное, может быть. Поэтому начнем не съехать. Начнем с ананасовой булочки. Такая рассыпчатая она. Вот так вот это выглядит. Очень вкусно. Лишение вкусов очень неимоверное. Может, из-за того, что это первый прием пищи за день. Класс. Надо наконец оставить, чтобы когда уже покушали, попробовать еще раз. И убедиться. Как это из кунхубанды. Вот так вот берем. Такая вот эта штучка. Слушай, круто. Не могу сказать, что это прям вот как вот это меня поражает. Но я хочу чуть-чуть раздербанить, показать, как там внутри дела стоят. Походу, две большие креветки. Ну, среднего такого размера. Либо одна. Только так запакована. Это просто вырисовый. Вот это вот вырисовый в тесте. Просто вкусно, просто креветка. Без ничего лишнего. И вот это тесто. Это что такое? Ну, лапки. Ты же говорила, мы без вот этого всего будем. Я сказала, что я возьму. Да, я видел то, что много кто ест. Вообще, это популярная тема в Азии. Есть лапки. Но лапки это такая история, она больше на любителя. Сейчас будешь рассказывать тогда, что там. Даже местные не настолько рисковые ребята и берут вот обычные такие кремешки, как у меня. Да, и они в каком-то соусе, видимо, да. Не знаю, как раздербанить. На фига я руками уже. Пальчики. Тебе нравится? Понял. Мне просто нравится. Вообще, вот эти вот все заведения, когда ты там что-то ешь, там у тебя там жопой чувак какой-то упирается в какой-то момент. Еще другая технология приготовления перемешек. Немного с говядиной. Ой, они такие ссалившиеся. Что-то у них такое, как разделье, как оно выглядит. Интересное сочетание говядины и креветка. Ну да. Смотри, что. На удивление, она очень сладкая внутри. Да? Да. Я не почувствовал говядину, я почувствовал креветку. Ну да. И что-то сладкое. Может быть, они сделали говядину в сладком соусе, как внутри булочки. Может быть, я хочу разорвать и показать, как она внутри. Только говядину даже и не видел. Подожди. Фокус. Ага. Ну, может, они сразу... Возможно, вот эта штука очень сильно сластит, которая наверху лежала. Ага. Как будто это какой-то сухофрукт. Блин, вкусно. Короче, я решил попробовать палец. Ну, не знаю. Честно, вот по мне... Не твоя история, да? Не моя история, а самая худшая из всего, что тут было. И, смотрите, вот принесли нам такие... Это овощи, получается, да? И какие-то ягоды. Какой-то микс овощей китайских. Да, я распадаю. Да? Они, наверное, довольно нейтральные должны быть по вкусу. Обычные, зажаренные, с каким-то... Жареные? Ну, запаренные, запаренные. На пару, да? Просто какой-то микс овощей. Как будто вареный салат. Да, кстати. Очень сильно похоже на вареный салат. Ну, вот была спаржа, была кукурузка. Петинская капуста. Петинская капуста. Да. Ну, вот это вот мне очень интересно, что это такое. Мне кажется, это грибы. Это что-то очень киночистый. Я думала, это морковка. Нет. Это очень похоже тоже на какой-то водоросли. Обычное блюдо для кокошников. Это точно водоросли. Да. Она прям похожа, как будто она должна... Это похоже, как кораллы или что-то такое, знаешь? У нас, наверное, последнее должно быть, да? Да. Здесь у нас рис, фарш, да, из маршевого с галядиной. Похоже на какую-то котлету запаренную. Длинный рис. Неплохо. Я думаю, тебе должно такое понравиться. Почему? Оно похоже на холодильник. Вот именно мясо, оно в таком, как в желатине немного. Чуть-чуть посыпанное зеленью. В принципе, все. Ну, и лишнее все, как лишнее все. Так, ну вот мы покушали. Время отмевать эта булочка после того, как поел. Да, она классная. Вот как будто взяли, смешали все булочки с детства. Очень классно, очень вкусно. Пока бы за этим надо прийти. Ребята, мы пришли в ресторан Шивонг, чтобы попробовать вкусный змеиный суп. Я еще ни разу его не пробовал. И смотрите, какой тут прикол. Здесь как в парте в какой-то, оп, выдвигаются приборы. Возьмем ложечки. Судя по всему, он немножко такой соплистый. Прям как я не очень люблю консистенцию. Ну, я тоже такой не люблю. Но это по вкусу, думаю, будет хорошо. Так, мужик сказал то, что обязательно нужно добавить перец. Пахнет это дело все как обычный грибной суп. Попробуем первым делом бульон. Его сложно набрать. Он как холодец. Ну, если бы я не знал то, что он со змеей, я бы даже не понял об этом. Вот честно, по мне как будто грибной суп. Грибной? Грибной суп на костях наваренный, на хорщах. Я так понимаю, вот это, наверное, ромя со змеи. Но я не знаю, на что она похожа. Как безвкусная курица. Мне долго рекомендовали попробовать суп змеиный. Еще когда я первый раз пять лет назад в Таиланде был. Мне нравится, интересно. Но я бы не сказал, что я ее часто ел для разнообразия, это прикольно. Здесь вот видно, да, грибочки есть. Вот они плавают. Какие-то сухарики. Нет, в целом норм. Это не какие-то вот эти вот супы, которые были в Индии, которые невозможно есть. Смотрите, да, это мясо похоже чем-то на курицу, но вот структура прям как рыба. Очень боюсь, что вкус будет как в Индии. С вермишелькой у тебя попался. Я даже не видел, у меня не было ни одной вермишельки. Это имбирь, кстати. Имбирь? Имбирь на тёрке. Нифига себе. Для меня вкус, он больше рыбный все-таки. Не знаю. Если бы у меня вот так глаза закрыли и дали попробовать, я бы сказала, что рыбный суп с грибами. Немного странно, но все-таки змея больше рыба, чем курица. Змея больше рыба, чем курица. Хотя откладывают яйца, кажется. У меня же яйца откладывают. Вот, видишь, значит, чуть-чуть от курицы в ней есть. Да, поэтому куриный вкус, потому что откладывают яйца. Все правильно. Еще оказалось то, что это заведение недорогое. И всего 83 гонконгских доллара стоит суп. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Сейчас мы пришли в одну из самых вкусных и, наверное, популярных, да, по крайней мере, судя по очереди, вафельниц, вафельные точки в Гонконге, где продают вот еще одну визитную карточку этого города, этой страны. Есть вот венские вафли. Это не венские. А это похоже на яйца на какие-то. Я полдня не ел, поэтому я думал, он мне очень сильно понравится. Неожиданно, кстати. Я думал, они будут целиком сушеные, а они снаружи зажарены, а внутри тесто, оно вот прям вот тянется. Как вот блины такие чуть-чуть не зажаренные. Прикольно, если внутрь, знаешь, какую-нибудь сушенку чуть-чуть так. Вот в эти положили. Да, давай сюда. Такая вот, ммм, сочная прям, прям сочица. Так, ну попробуем. Что, шарят в Гонконге за вкусняшки? Да, шарят, шарят. Они добавляют сушенку, добавляют маргарин и сахар, и вот араксиво-паста. Думаю, араксиво-паста, сушенка, это очень удобно. Сколько это стоит? 48, да, за две вафли? 48, да, за две вафли, по 24. Но оно того стоит, это прикольно. И так, друзья, сейчас хочу показать вам местную сушную, где на рельсах просто к вам приезжает поднос с вашим заказом. Выглядит необычно и похоже на что-то из будущего. Надо сначала только разобраться, как работает заказ, но тут вот есть какой-то QR-код. Видимо, его сканируете, где-то на телефоне что-то выбираете, и сейчас все увидим. А там на один, наверное, надо заказывать. Вот, все на китайском, на гонконгском языке. Замечательно. Я точно знаю, что нужно взять. Даже цен нет. А вот они. Получается, мы заказали, пережидаем. Нет чего-то, ничего, пока непонятно, как это работает. Просто ждем. Вот, смотрите, у нас первое, что приехало, это такой вот ролл с селмоном. И вот он поехал. А вот нам приехали и другие суши. Ребят, смотрите, идем просто, смотрите, какая детализация. И это похоже на бивень. Просто огромный бивень, в котором такую красоту исполнили. Вот такая небольшая стоит 150 тысяч, 156. А сколько стоит вот это, мне даже страшно предположить. Ребят, я вот в силу своей необразованности не знал то, что Мишлен, который выдает звездный Мишлен, выглядит так же, как Мишлен, которые шины. Пришли в такое вот место. Причем мы в первый день здесь были, даже не знали. Вот на этом же подоконнике сидели, что-то там из 7-11 нахавали. А оказывается, здесь заведение, где делают самые вкусные пельмешки. А еще тут какая-то схема, и мы на нее повелись. Интересно, что это такое. Ребята подходят и говорят, что они купили больше, чем им нужно. И предлагают, чтобы люди не стояли в очереди купить у них. Может быть, они просто накупили таких же упаковок. Просто продают. Либо купоны, да, есть. Либо есть купоны, и они покупают, может быть, больше, чтобы какую-то скидку получить, и потом перепродают. Вот такие вот пельмешки, 4 штучки, стоят 40 местных долларов. Это 7 долларов? А что меньше? 6. Она увесистая причем. Очень вкусная такая пельмешка. Немного сладковатая. Сверху она получается такая на пару приготовленная, снизу она чуть-чуть подзажаренная. Бульон просто нежнейший. Мясо. Мясо не могу понять по принципу. Выглядит чуть-чуть странно. Но, если подумать, полтора доллара за пельмешку, дороговато, конечно. Насчет этой темы, как у ребят, по приезде сюда, в страну, в аэропорту, часто выдают купоны. Ну, вернее, их не выдают. Нужно подойти и взять. Каждому, кто прилетает, полагается, такой купон. Можете зарегаться, получить там сколько это, 100 местных долларов. Они учитываются, если вы покупаете условно на 100 местных долларов. 100 покупаете, 100 плюсуется, получается, вы заплатили 100 и кушаете на 200. Может быть, ребята, да. Ребята просто накупили на 200, а им нужна была... Начало прикорашиваться. Накупили на 200, взяли то, что им нужно, а остальное решили просто реализовать. И почему бы вообще теряться, если есть такая возможность. А еще здесь есть такой интересный прикольчик. Здесь почти везде можно оплачивать проездным за метро. Вот он так выглядит, продается в каждом 711 еще где-то. На него просто кидаете бабки без процентов, без ничего. И потом можно прикладывать и платить. Вот очень удобно. Где же зарабатывает Сережа? Сережа зарабатывает на YouTube. Делает вот эти вот ролики своими руками и руками других людей, которые помогают Сереже. А еще Сережа учит людей, как делать такие же классные видео, чтобы они набирали. А самое главное, чтобы они приносили вам доход. Не просто какие-то просмотры, да, с которыми не совсем понятно, что делать, а именно как с этого зарабатывать, как жить, как путешествовать так же и, ну, как быть свободными. Поэтому, если вам интересно, то переходите в мою группу в Телеграме и в Инстаграм. Там я обо всем подробно рассказываю. Можете смотреть бесплатно, перенимать всю информацию, внедрять, кайфовать. Рекомендую от души. Вот, смотрите. Сначала вот так вот делают большой, прям как пельмени. Раскатывают на столе, делают небольшие заготовочки. Вот он сразу нагрузил. И вот там вот оно уже так поджаривается. И вот если кому-то хочется попробовать, вот так он называется. Ссылки я тоже оставлю. Так, и мы медленно перетекаем в место, где можно попробовать голода. И чем отличается это место? Это его стильным оформлением. Как индийский ресторан какой-то выглядит. Очень прохладно. Пахнет старостью. Это ресторан с какого-то в 2016-го года. А, да? Даже вот тут фотография с 1939-го, а он там вообще честно из какого. Ага. Да, вот реально 1939-го. А, вот смотри, 1860-й год. Мощно. Но судя по запаху, вот здесь эти диваны тоже с этого же года. Смотрите, вот здесь вот цена. Это получается целиковый голубь. Тут вот крылышки голубя. Тут другие штуки. Вот можете почитать, что тут в таком вот стиле. Цены, наверное, сколько, в три раза выше, чем на обычную еду. Но это и ресторан, это как бы не просто какая-то едальная. Вот сразу принесли чаёчек горячий. Также тут вот есть всякие сеты, которые можно выбирать. Разные-разные. Супы. Кстати, супы вполне себе недорогие. Салаты, морские продукты. Ну вот все цены, ребят, можно посмотреть. Если вдруг у кого-то есть желание как бы разнообразить свой отдых. То можно вообще с удовольствием это сделать. Кстати, огромный вообще выбор. Я думал только то, что в начале. Так, и вот он наш голубочек голубец. Выглядит симпатично, особенно как отражается свет от телефона. Тут очень такая приглашённая атмосфера. Это что такое? Не знаю. Это грибочки какие-то с грибами. А, это похоже на мудрин с грибами. Думаешь? Сердце похоже. И вот такие вот перчаточки дают, чтобы не замараться. Ой, такая хрупкая ножка. Китайцы, кстати, верят в то, что голубь более диетическое мясо, нежели чем курица. Поэтому его классно есть. Очень жирный. Потому что диетическое вроде бы как мясо, да, до этого я сказал. Не знаю, либо в соусе на сапу, либо его с чем-то ещё замешали. Ну, похоже, да, на курицу. Но больше похоже, наверное, на индейку. Ну, или на утку. На утку больше похоже. На ту утку, которая такая пожившая, наверное. Знаешь, когда мясо прям такое твёрдое нанимает? Ну, тут как раз про голубь. Я думаю, курочку я без большим удовольствия съел, но для разнообразия уже интересно. Так кто ещё может сказать, что голубь окно? Я надеюсь, у них выращивают, а не просто соли сливают. Суп из змеи или жареный голубь? Суп из змеи, естественно. Хочу сказать, что в целом они его приготовили достаточно неплохо. А я уверен, что его можно было приготовить так, чтобы он был вообще, ну, вообще не олён. А, ну, вообще все внутренности. Они как-то, видимо, его надрезали и прям всё это достали и сюда вот положили. Для тех, кто хочет кушать. Сердечко, мне кажется, вкусное должно быть. Я люблю сердечко. Вот такое. А больше или меньше курить? Ну, меньше, наверное, чуть-чуть. Нет, но не так сильно меньше, как сама птица. Ставьте лайк, если любите сердечки. Я просто обожаю. Ну, во вкус входишь.